всем привет всем добро пожаловать на наш с моей мамой канал всех приветствую из германии у нас сейчас ранее утро я уже такая деловая колбаса уже столько дел переделала прям дел дел отвезла софийку в садик уже а время пол девятого только отвезла юна садик было уже сдала уже почту и вер меня попросил посылку какую-то отправить меня попросил его его в рост мане было опять таки тоже и для меня попросил у меня говорит это все дезодоранты говорит закончились пеногор для бритья закончилась то есть вся уходовая косметика его закончилась вот поехала закупилась и сейчас уже вот зайду домой надеюсь данилка еще не проснулся он сегодня ночью очень плохо спал поэтому я надеялась что он дольше будет спать но если даже проснется знаете как-то мне в комментариях спросили а когда ты отводишь софийку по утрам данил что остается один нет конечно девчонки да вы что разве я ставлю одного ребенка в доме нет это никогда я даже в подвал не спускаюсь когда дети одни дома ну то есть вот там быстренько спуститься в подвал например а дети останутся дома нет я такую не делаю и гордому после ночной смены он дома он остается если данил просыпается он встает к нему вот так вот кто это кто это мама мама а еще кто мама баба и данилка этот мой данилка кто меня тут уже ждет а скажи привет 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 как у тебя дела все все нормально да ждет мамочку да маленький пузырёте мой маленький всем доброе утро раннее утро мы все рано сегодня проснулись четыре часа что ли утра было да сначала четыре было я пошла сразу с раннего утра в душ сходила ась и жилось понедельник два дня обхода не было можно сказать даже и пятница не было просто мимолетно спросили кого у вас дела и все так что готовимся встречать наших докторов вот время настало завтрака у нас сегодня манная каша а манная кашечка сегодня нам без масла дали это масло мы сами добавили свое вот такой завтрак где две ложечки раз два с половиной не больше да вот кто сахарным диабетом болеет у них сегодня вот запеканка а здесь возмущение пошло оказался бы как это не сладкое смотрите чё вытворяет смотрите чё вытворяет до добавлять сгущенку она здесь лежит не сахарным диабетом и как бы болезни с другой болезни лежит в этом отделении но у нее тому что стол отдельная диета с чем потому что у нее сахарный диабет но все равно вот мы больные а сахар то ей нужен все равно больным диабетом требуется вот так сей палатой собрались и тиск на свои ада процедуру физ терапии на той неделе там и все эти физ терапии проходили до завтрака 8 часов каштык уже мы около кабинета ждали открывается мы самые первые были а сегодня что-то мы решили решили после завтрака вот позавтракали вкусным манкой кто мамкой а кто-то другой вот теперь идем на свои процедуры у каждого свое отделе нет у нас одинаковых ни у кого нет чтобы я и она прошла нет у меня два кабинета проходить процедуры вы не это может быть одинаково но процедуры другие так что вот пока пока у меня здесь варится кашу для данилки на завтрак давайте покажу чем же я закупилась в смыне начну наверное вот и зубной щетки это я купила новую зубную щетку для софии с изображением анны и эльзы точно вот эльзы и а знаете помните когда вышел только этот мультфильм везде везде они были на футболках на постельном белье на игрушках на одежде ну на мебели даже на детской мебели да что уж тут говорить у нас есть стульчак чтобы ребенок садился писал накладка на унитаз даже там у нас холодное сердце вот когда этот мультик вышел везде они были и но этого мультфильма уже лет десять до лет десять и они до сих пор есть но конечно уже не в таком объеме не в таком буме не в таком знаете когда вот тогда было костюмы кстати дети носили вот на любой костюмерный вот этот парад или как это маскарад дети одевались в эльзу либо ванну ну скорее всего в эльзу любили этот костюм и вот сейчас я думала смотрю до сих пор они везде есть думаю почему их не снимут с рынка продаж не может не уж то это изображение до сих пор актуально но я забыла про поколение детей которые вырастают и тоже смотрят этот мультфильм например мы сейчас в этом месте она на этом в этом периоде до софия у нас посмотрела этот мультфильм кстати обе части и обе части очень нравится но больше 1 и нравится и это она то и дело у меня просят включить ей нравится она знает всех героев по имени так внимательно всегда смотрят хоть два часа идет мультфильм да и вот у нас сейчас такой период настал что она хочет везде эту а ну и эльзу она где-то видеть смотри мама это нравится то есть вот так вот дальше софики купила вот такую книжку со стикерами все дети это любят это у меня в тематике фей но уже без феи да их надо и будет приодеть нарядить дети любят это дело книжка стоит 599 судная щетка стоит 25 евро 2495 дальше купила средства для мытья унитаза в общем-то гель для бритя как и игорь меня просил дезодоранты тоже как он меня просил у него у любимчиков только вот этот акс я за эти 10 лет сколько мы живем вместе какие только ему дезодоранты для разнообразия не покупала знаете ну акс акс думаю ну пусть вот это пусть вот это и фирменные не фирменные но нет он всегда возвращается к ним купила вот какие-то новые ароматы новинка написано что на том другом одна с лавандой другая с берегомотом здесь надеюсь он на цели ну и в общем то бальзам для губ купила тоже для софии она где-то свою свой бальзам потеряла ну в общем то все вот мои покупки было бы на 53 евро но с учетом что у меня были купоны на скидку обошлось мне 41 евро 35 центов вот как так то это смотри это такая новая зубная щетка и вот ты сюда приклеишь наклейку от холодного сердца видишь у тебя кого захочешь того и приклеишь он анна эльза олов и вместе они видишь ты выберешь какого-нибудь и мы сюда наклеим окей нравится новая щетка красивая да помада тебе ты же свою потеряла вот эту которая вишней пахнет теперь новая у тебя будет не теряя ее к себе в комод клади сразу хорошо открыла я ее понюхай как пахнет ну так не высовывай она сломается же дай понюхай тоже давай на маш конечно и еще кое-что есть книжка смотри какой журнал кто здесь с крылышками фея тут видишь там много феи и тебе надо будет одеть плачушки тут наклейки он есть костюмы для них он наклеечки и ты будешь каждую фею одевать ты же любишь клеить наклейки довольны ты довольно говорю а что надо сказать и папе тоже скажи спасибо папа тоже это купил и мама и папа купили пришла я из процедуры из терапии аж вспотела пока шла идешь как черепаха а жара погода прям как летние правда и палате духа так удобно открыто сейчас еще уколы сделать капельницы уже отменили все сколько можно капель тоже все прокапали уже а еще сегодня меня повезут на скорой помощи на машине повезут на обследованы пройти март да повезут потому что мрт здесь который при больнице сломана а по городу где вот проводит мрт каждой больнице прикреплена ну вот эта больница поликлиника прикреплена к улице полевой где мрт проводит вот меня повезут он доктор решил так то я в том году мрт проводила проходила вроде бы свежим так то три года раз можно но но кто пишет давайте пройдем мрт почему так вас этому позвоночник так что повезут меня еще на скорой помощи меня сегодня на обследование мрт уже домой хочется все знаете узнать последнее время я не знаю с чем связано я не знаю с чем прямо связано нет раньше подымался давление от здесь падать до 80 давление падает я не знаю не знаю от этих вот препаратов или что-то прямо вчера даже не знаю как за сидели кушали и мне все затемнело голова закружился ладно поля рядом вот правда мне так плохо стало а у девчонок я с собой не взяла давление которое мерит они с собой взяли и она сразу альбина кстати здесь альбина по имени альбина женщины лежит знаете и вот сразу вытащил и смотрит у меня прям давление резко упала на 80 и вот не повышается а падает давление надеюсь я еще с одной болячкой домой не уйду домой хочется уже все говорю уже если честно уже не более ничего не помогает пускай при поликлинику лечит уже домой там так мы снова в доме и сейчас отчитаюсь что он мы сегодня делаем софикой знаете вот это у нас спальня кстати мы убрали этот шифонер который делал гардеробную спальную комнату смотрите какая огромная комната она огромная просто что хотела сказать да я убирала везде обои и под батареями я не убирала точнее за батареями я почему-то была уверена что для меня мои мужчины снимут батареи я потом все аккуратно там все сниму и обратно повесят установят батареи мне игорь сказал нет это они не будут делать потому что это не такие уж легко убираемые батареи поэтому вот мы сегодня софийкой отдираем то что мама по наставляла за батареями видите вот тут вот все благо дело они тоже туда не уходят назад они тоже так клеили как будто бы там есть не есть благо дело не так тоже делали но все же но я почему-то была уверена что мне это все это снимут облегчат жизнь вот как то так в общем смотрите действительно огромная комната мне в свекровь она может может так спальню оставишь я говорю нет во первых мне не нужна такая большая спальня тут опять я шифонер поставлю ну и что зачем мне вот это вот просто площадь она не будет использоваться то вот эту площадь зачем она мне лучше вот поставить стену и у меня будет гардеробная тире рабочая комната здесь я хочу поставить свою швейную машинку все знаете вот чтобы сел и пошил не вот откуда-то из-за кромов доставлять то есть такая гардеробная рабочая комната будет у меня ази спальня мне не нужно огромная спальня все равно вот эту площадь она не будет использоваться туда шифонер станет и все ну зачем мне вот это вот огромная площадь в общем то как то вот так ребята что осё что осё прыгаешь хорошо тебя получается прыгать да а привет ты скажешь скажи привет привет доченька моя она на моя помощница обои отдирает полноценно посмотрите сидит ой ты не шпателем доча а чё ты не шпателем руки болеть будут не надо без шпателя сладкий у тебя же шпатель есть а еще я сегодня занялась отклеиванием обоев в гостевом санузле на первом этаже кто не помнит здесь оказывается тоже я сначала думаю что здесь просто покраска стен а как подковырнула чуть-чуть оказывается нет все таки обои под покраску поэтому я вот две стены сейчас намочила и буду в общем-то отклеивать потом дальше соответственно у меня отвертки нет мне вот это надо вот все открутить а в подвал не могу попасть потому что там игорь закрылся он красит полы чтобы дети туда не пробрались он закрыл дверь вообще мне нужны отвертки чтобы ты это вот открутить но всякие при бомбасике и тут висели это мне все дело надо открутить надо было я все-таки отверток крестовую прямую сейчас буду откручивать все это все это мелкотню что-то мне подсказывает женщина которая здесь жила красила эти стены от ничего делать много-много раз взяла покрасила взяла покрасила потому что через эти обои вообще не проходит жидкость смотрите поэтому мне казалось что здесь какая-то покраска вообще не похоже на бумагу уже давным-давно ничего не берет я вот так вот маленькими маленькими кусками вот так вот здесь работаю девчонки слушайте это уже превращается какой-то маразм работала три часа моей работы можно сказать и не видно и знаете что я решила нанести жидкость я это уже сделала и уйти домой на всю ночь оставить в надежде что завтра будет легче отходить я не знаю вообще я не понимаю что со мной что с моими руками не так почему мне обои не даются в зале хорошо а вот по всей квартире ну вот это деревянные столько слоев краски видимо на ней это вот это что такое приехал я из обследования мрт время уже обед давно прошло часа два тому назад наверное девочки меня обед взяли сегодня у меня рыбный суп рыбный щи потом макароны запеканка свекла на девочки сами еще салата сделать здесь сделали летний на такой вкусный обед я сейчас уже буду конечно холодный но это вот такой у меня обе сегодня всем привет привет а из россии из вторника вчера нас возили на мрт и вот заключение что и мрт было нам на руки не дали потому что с нами ездила медсестра все заключение не отдали она нам ничего не показала просто когда приехали нам диск отдали а заключение доктору вчера уже тому что обход было до обследования вот а сегодня обхода не было вот кстати я сегодня после процедуры еще меня водили на нмнг ног вот наверное еще сегодня у нас не было обхода и вот тем заключением что они скажут скажут я уже приблизительно опять знаю даже что скажут потому что потому что уже когда у меня сюда постреляли две недели тому назад здесь другие девчонки были у них какие еще боли были ого-го и с этими же болями их вы посидеть домой вот что от нас было бы мы вас подлечили остальном опять поликлинику представляете я не знаю даже вот так короче но что девочки меня сегодня выписывает я собрала свои сумки на шопаны дарька придаешь меня оставляешь так что жду такси и на такси сегодня ура домой а с тобой какой воспитатель играл лепила с тобой пластилин и что вы с ней лепили она пиццу а я шнеккель шнеккель улитку улитку понятно а какие воспитатели ну кто-нибудь еще что-нибудь с вами играют больше ничего больше ничего а что тогда они там делают садики дочь не умеют а что же они тогда делают садики эти воспитательницы а ты говорила они не играют а следят за нами ты говорила что они за нами следят они следят следят они кого-то ругают и все они играются ругают а за что они ругают а тебя за что-нибудь ругают ты не делаешь плохой что ли садики какая-то умница у меня а а другие дети что делает плохой дерутся что ли дерутся есть дети которые дерутся и как же они дерутся вот так как давно у нас не было этого ужина жарю сегодня картошку давным давно я не жарила что-то захотелось я так и и сделаю салатик такая у нас красота правда брызгает везде все ну ладно только начала жарить а софийку я попросила мне помочь наклеить эти трой пункты на акцию вот это тупо вара вещи сейчас мне моя доченька это все сделает мама пойдет и купит контейнеры по скидкам да дочь нет не сейчас другой день уже вечер все до ноября это акция идет успеет мама до ноября софия ты маме дала обещание что на дорогу забегать не будешь ну я сидела теперь мама иди с папой договорись папа тоже это видео видел где ты на дорогу прям выбегаешь софия папе подойди ты маме дала обещание что такого больше не было что выбегаешь на дорогу несмотря и вообще на дорогу 1 тебе с маленького возраста уже говорят всегда нельзя на дорогу нельзя на дорогу 1 маму папу за руку потом через дорогу или если мама или папа посмотрели сказали можно да